Был опубликован рейтинг доверия Путина за апрель. Он оказался менее 30%. Это самый низкий рейтинг за весь срок правления президента. Рейтинг Мишустина составил 39%, что гораздо выше, чем у Путина. Это легко объясняется тем, что Путин уже полностью дискредитировал себя по всем фронтам и продолжает это делать. А последнее событие, связанное с загадочным режимом самоизоляции, когда тебе не позволено работать, но ты несешь полный груз ответственности по всем платежам, заставил даже самых преданных поклонников Путина пересмотреть свои взгляды. На этой почве даже у Соловьева с Уткиным разгорелся конфликт. Тем более долгое время Путину такие как Соловьев создавали образ супергероя, который прилетит в синем плаще, всех выручит и спасет. Да и вообще Россия без Путина не смогла бы победить во Второй мировой войне. Так сказать, спасибо деду за победу. Но в сложившейся ситуации мы увидели этого человека в растерянности, закрывшемся в бункере, не знающим что делать и перекладывающим ответственность на других. Все обращения Путина в этот период были ни о чем. В стиле «спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и денег я вам не дам». Есть такая категория людей, которые способны адекватно анализировать действия правительства, только когда в их холодильнике не остается ни крошки еды, а в стакане ни капли. Пропаганда из телевизора перестает на них действовать и, как говорится, пустой холодильник побеждает в борьбе с телевизором. Что касается Мишустина, его рейтинг тоже очень низок. Он примерно равен рейтингу Медведева на момент отставки. Но многие не то чтобы ему доверяют, но хотят посмотреть, на что способен этот управленец. Его кредит доверия строится пока лишь на том, что он человек новый и есть вероятность, что он внесет позитивные изменения в жизнь страны. Но из расследования Навального становится понятно, что надежды нет. Стоит также отметить, что ВЦИОМ, это Всероссийский Центр изучения общественного мнения, зачастую завышает рейтинг представителей власти. По крайней мере, очевидно, что актуальные и правдивые цифры они могут обнародовать только с позволения той самой власти. Поэтому какой рейтинг у Путина и Мишустина на самом деле, можно только догадываться. Правдивый рейтинг Путина можно легко составить по комментариям под видео. Пишите, что думаете о нем, только пожалуйста без мата.